В ночь на воскресенье 10 июля 2016 года 17-летняя Эмили Мэн гуляла со своими друзьями в городе Слагельси. Они посетили кальян-кафе и перед отъездом в свой родной город Корсера зашли перекусить в Макдональдс. Поездка от станции Слагельси до Корсера занимает около 9 минут. У девушки почти сел телефон и за это время она пытается хоть немного его подзарядить. Примерно в 3.53 поезд подъезжает к платформе. Ее друзья собирались поехать от станции до дома на такси и предлагали Эмили поехать с ними. Сначала она колебалась, но потом твердо сказала нет, обосновав отказ тем, что хочет пройтись пешком одна. Путь до дома составлял примерно 3 километра по гравийной дорожке. Они попрощались и она ушла. Через несколько минут ее телефон выключается. Это был последний признак жизни Эмили Мэнг. Утром в воскресенье семья Эмили обнаружила, что ее нет дома. Мать не стала бить тревогу, так как подумала, что дочь уже ушла в церковь, где должна была петь в хоре. Чтобы удостовериться, что с ее ребенком все в порядке, Хелен Мэнг идет в церковь, но священник Анна Хельби Клюги сообщает, что Эмили нет. Тогда Хелен осторожилась, ведь дочь никогда не пропускает церковные пения. Семья сообщает о ее исчезновении в несколько СМИ и в полицию. Полиция принимает заявление, однако не были уверены, что она в конце концов вернется, поскольку выяснилось, что накануне она рассталась с парнем и вполне вероятно просто сбежала из-за любовных проблем. Также было установлено, что Эмили проверяет свои сообщения в мессенджере Facebook, но, к сожалению, позже выяснилось, что это был ее близкий друг, который вошел в учетную запись Эмили, пытаясь хоть что-то узнать. В понедельник, 11 июля, начинается масштабный поиск. Полиция. Более 400 добровольцев, собаки, водолазы и вертолет ищут 17-летнюю девушку по всему городу, в лесах, озерах и на море, поскольку это прибрежный город. Проводят обыск на стоянке возле вокзала Корсер, где Эмили Мэн в последний раз видели живой. Здесь они находят какие-то предметы, однако полиция не говорит, о каких объектах идет речь. Также полиция начинает просмотр видеозаписей со станции Корсер, Слагельси, станции Роскелли и центрального вокзала Копенгагена. Два дня обыскивают четыре садовых товарищества к юг от железнодорожной станции, но не находят никаких улик. Группа «Пропавшие без вести» занимается обширным поиском, в ходе которого около 60 драйверов-добровольцев ищут Эмили Мэнг. Корсер Нор, помимо водолазов-добровольцев, в нем участвуют ополчения ВМС, более 10 лодок, водолазы из Копенгагенской пожарной команды, волонтеры с дронами, пешие волонтеры, а также всадники на лошадях. Во время поисков было найдено несколько предметов, таких как сумка и разорванный черный свит, похожий на тот, в котором Эмили исчезла. Но оказалось, что это не связанные между собой вещи. В это время семья вместе с волонтерами организовывает сбор средств для награды за любую информацию о накождении Эмили. 22 июля человек выгуливал свою собаку. Она бегала недалеко от железнодорожных путей и вернулась к хозяину с чем-то напоминающим кровь на морде и лап. Полиция сразу среагировала и были произведены поиски на тех самых железнодорожных путях, но они не дали никакого результата. В полицию поступают десятки сообщений, что Эмили видели в разных частях города. Все они проверяются и выясняется, что это не она. Но однажды поступает информация о том, что один из жителей слышал крики из подвала своих соседей. И они по какой-то причине были уверены, что они слышали именно Эмили, которую, по-видимому, держат там в плену. Полиция ворвалась в дом к 67-летнему Фину Петерсену. Обыскали все, вырыли подвал и обыскали стены с помощью термочувствительного оборудования. Обыски продолжались пять раз, всегда без предупреждений в разное время дня и ночи. Никаких следов Эмили не было обнаружено. Подозрения обвинения с Финой Петерсена были сняты через два дня после последнего обыска. Через некоторое время два свидетеля обратились в полицию с утверждением, что утром 10 июля слышали панический женский крик. Один из свидетелей, житель интернатного учреждения, рассказал, как услышал крик тем утром, сидя на своем балконе, с которого открывается вид на то место, где предположительно была Эмили Мэн, когда исчезла. Вторая свидетельница, женщина, сказала, что той ночью она спала с открытым окном и проснулась рано утром от громкого пронзительного крика. Это был такой отчаянный крик, и в то же время я слышала, как один или несколько мужчин разговаривали после того, как она закричала, сказала она одному из датских информационных сайтов BT, которые потом провели эксперимент. Несколько сотрудников газеты встали на балконе, а одна сотрудница встала у туннеля на шоссе и закричала изо всех сил. Криплый крик отчетливо был слышен, после чего они пришли к выводу, то если свидетели слышали именно Эмили Мэнг, это дает четкую картину того, где, скорее всего, было совершено преступление против девушки. В октябре, через три месяца после исчезновения, в полицию обратился пенсионер Эрлинг Йенсен. Он видел подозрительный белый фургон, примерно в шести километрах от станции, который ехал на очень высокой скорости через Корсор и дальше по автомагистрали. Полиция начала розыск фургона. Когда Ян Йоргенсен узнал, что его машину разыскивает полиция, он сразу же позвонил по номеру 114. У Яна была своя компания, которая в 2016 году развозила газеты в нескольких местах в Зеландии, в том числе в Корсоре и близ Барупа. 10 июля 2016 года у компании было три водителя на работе именно в городе Корсор. Одним из них был Шурин Яна Даниэль. Он ехал по маршруту, который вел через город и спускался в лес. Но полиция также обратила внимание на двух других водителей. Один из них был молодым водителем из местного района, который 9 июля вечером сообщил Яну о том, что заболел. Но при этом фургон оставался в его пользовании. Также у этого молодого человека в прошлом была история, которая заставила полицию глубоко им заинтересоваться. В 2007 году он был осужден за то, что угрожал и засиловал 12-летнюю девочку. Позже он еще и получил наказание за сообщение с несовершеннолетними через интернет. После того, как полиция Южной Зеландии и Лоланда Фальстера провела расследование движения его автомобиля, его отпустили. Но обвинения против него остались в силе. И сразу скажу, что к этой персоне мы еще вернемся. Другой подозреваемый водитель первоначально был нанят в качестве садовника. Но время от времени он также развозил газеты, и в ту ночь он был в городе. Позже выяснилось, что у него тоже было мрачное прошлое. Он оказался одним из самых отъявленных педофилов. Но почему-то сначала полиция им не заинтересовалась. А через несколько месяцев, когда его решили допросить, было уже поздно. Он умер от рака. Однако, как потом утверждали члены его семьи в интервью одной из газет, допрос был за несколько дней до смерти. И по словам семьи, он был исключен из числа подозреваемых, потому что его предыдущие жертвы были маленькими детьми. И потому что на самом деле нельзя было с уверенностью сказать, был ли он в городе 10 июля 2016 года. Полиция неоднократно просит откликнуться всех, кто видел белый фургон. И нашлись еще свидетели. Женщина и ее коллега возвращались с работы домой. Их внезапно ослепили огни того, что она описывает как легковой фургон. «Мы заметили, что машина стоит, подпрыгивает и раскачивается, как будто кто-то занимается сексом», – сказала женщина. Наша первая мысль была остановиться и попросить их выключить свет. Но мы не осмелились. Также несколько бегунов заявили, что видели белый фургон на южной окраине корсера. Машина мчалась так бешено, что им пришлось отпрыгнуть в сторону, чтобы избежать столкновения. Еще один свидетель рассказал, что он свернул с автострады около 3.15.10 июля и увидел автомобиль, похожий на фургон, припаркованный с включенным светом у магазина в Торбургве в нескольких сотнях метров от станции Корсер. Время шло. Никаких новых улик, никаких следов Эмили. Полиция начала понимать, что надежда найти Эмили живой просто тает. И профессиональное чутье их не обмануло. В канун Рождества, 24 декабря 2016 года, около 16 часов дня, человек, выгуливающий собаку вдоль озера в деревне Регни-Маркбак, которая находилась почти в 60 километрах от станции Корсор, почувствовал ужасный запах. Он подошел ближе к воде и увидел, что запах исходил от сильно разложившегося человеческого тела. На следующий день, после того, как тело было найдено, полиция Южной Зеландии Лолан де Вальстера созвала пресс-конференцию, на которой подтвердила, что это была 17-летняя Эмили Мэнг. Ее искали 168 дней. Обстоятельства дела полиция не раскрыла. Они лишь сказали, что Эмили стала жертвой преступления и предположили, что ее тело было помещено в озеро в день исчезновения. 26 декабря сотни людей проводят поминальную службу по Эмили Мэнг. Люди приходят и возлагают цветы на вокзале. Мэр муниципалитета Слагельси Стэн Кнут произносит короткую речь перед собравшимися. В 12.30 память Эмили почтили минуты молчания. Несколькими днями позже тысячи факелов зажглись на улицах Корсера. Около двух с половиной тысяч человек, потрясенные этим бесчеловечным поступком, провели шествие с факелами, которое началось на вокзале и закончилось у церкви Санкт-По, где Эмили Мэн пела в хоре. А через три недели, 19 января 1917 года, Эмили Мэн похоронили в той самой церкви, где собрались только близкие друзья и семья. На церемонии прощания Анна Хелеберг-Клюге сказала, «Горе о том, что она исчезла, закончилось, но его сменяет горе о ее утрате. Гнев, несправедливость и страх перед неизвестным злом, конечно же, не закончились, потому что злодей живет среди нас». В марте 1917 года полиция получает еще одну наводку, и они тщательно исследуют зеленую зону возле Маталавея в Корсере. Никаких комментариев они не дают, лишь говорят, что ведется расследование. Полиция не сообщает, нашли ли они какие-либо конкретные улики. До июня воцаряется тишина, и лишь 20 числа полиция Южной Зеландии Лоланда Фальстера сообщила, что, основываясь на изображениях наблюдения со станции Корсер, они ищут легковой автомобиль Hyundai i30, модели 2011-2016 года, который, по их мнению, причастен к трагедии. Они просят всех, кто мог видеть машину, обратиться в полицию. На кадрах видно, как автомобиль проезжает от стоянки и вокруг вокзала 4.07 10 июля 2016 года, когда Эмили Мэн в последний раз видели живой. Всего за 24 часа в полицию поступило около 100 запросов от потенциальных свидетелей, и снова тишина. И лишь 4 октября, спустя более 100 дней после публикации видео о машине, полиция предоставила информацию от одного из тех свидетелей. Рано утром 10 июля 2016 года женщина ехала в районе Регни-Мэркбэкли, через несколько часов после того, как Эмили Мэн исчезла. Она ехала за трактором, и поэтому ехала довольно медленно. Здесь она увидела, цитата, «малый или средний легковой автомобиль, который был припаркован с открытой задней дверью. Рядом с машиной стоял мужчина, и это выглядело так, как будто он поднимал тяжелый предмет». Основываясь на этой информации, полиция реконструировала ситуацию и опубликовала фотографии и видео в надежде, что об этом сообщат другие свидетели. Свидетельница ехала за трактором, поэтому полиция надеялась, что с ними свяжется тот самый тракторист. Кроме того, по словам женщины, за ней ехала еще одна машина. После этого в полицию поступает звонок, в котором девушка утверждает, что посмотрела в глаза убийцы Эмили Мэнг, и она в этом уверена. Инцидент, который она описала, произошел в тот же вечер, когда Эмили исчезла. Она рассказала, что в ночь в субботу на воскресенье возвращалась со студенческой вечеринки и ждала поезда в Роскеле, что в часе езды от корсера, чтобы отправиться в Копенгаген. К вокзалу ее подвез дядя подруги, и после того, как он отъехал, она поняла, что оставила телефон в его машине. Девушка начала махать руками, думая, что привлечет внимание дяди, но тут к ней внезапно подкатила машина Хундай. Окно рядом с пассажирским сидением опустилось, и мужчина плотного телосложения, на вид 40-50 лет, спросил, нужна ли помощь. Он утверждал, что может помочь, только надо сесть к нему в машину. Несколько раз он уговаривает и повторяет, что поможет. Девушка, которая вот-вот опаздывает на поезд до Копенгагена, отказывается от идеи вернуть в тот вечер свой мобильный телефон и вежливо отклоняет предложение мужчины. Она подбегает к платформе и бросает взгляд на стоянку, где незадолго до этого разговаривала с мужчиной в белой машине. Но машины нет. Девушка вспоминает, как она была поражена, что машина выскочила из ниоткуда и так же тихо исчезла. «Я не могу точно сказать, что это было, но было в этом мужчине что-то, что заставило меня не сесть в машину», говорила она. «Он очень хотел посадить меня в машину. Было ощущение, что он пытался на меня давить. Я думаю, это странно находиться на станции так поздно ночью. Я хорошо помню, что поблизости не было других машин», рассказывает девушка. Она благополучно забыла об этом случае, но когда увидела изображение и описание автомобиля, опубликованное полицией, у нее кровь застыла в жилах, она не сомневается. Это та же машина, которая в тот же вечер, тремя часами ранее подъехала к ней на вокзале Роскель. Полиция находит информацию интересной и называет ее загадочной, что машина такого же вида, без реальной цели, стоит на другой станции в тот же вечер. Ранее я рассказывала о свидетельнице, видевшей подобную машину в Рыгнеморбаке. Неизвестно, есть ли связь между этими тремя автомобилями, которые видели в Роскеле, Корсоре и Рыгнеморбаке, но описание транспортных средств, водитель и дата имеют несколько общих черт. Расследование продолжалось, но никаких комментариев полиция не давала. В 2018 году стало известно, что в числе подозреваемых был печально известный строитель подводной лодки Питер Мэтсон. Думаю, все знают эту жуткую историю, но освежу вашу память. 25 апреля 2018 года Мэтсон был осужден за жестокое убийство и расчленение журналистки Ким Уолл на борту его подводной лодки. Его приговорили к самому суровому наказанию по закону, по жизненному заключению. Какова именно причина и почему именно он оказался в центре внимания полиции в деле Эмили Мэнг не сообщается, однако в глазах полиции это вполне естественно. Столкнувшись с нераскрытым делом об убийстве, посмотреть, кто еще мог бы быть способен совершить такое серьезное преступление. Кроме того, Мэтсон хорошо знает местность Корсера. Он прожил все свое детство в Склёскер и Хёнг, которые расположены к югу и северу от Корсера, на западном побережье Зеландии. Его мать, с которой у него были редкие контакты, много лет жила в Корсере, менее чем в километре от дома матери и отчима Эмили Мэнг. Известно, что за несколько месяцев до исчезновения он совершил поездку по Зеландии в поисках новой пристани для своей подводной лодки. Одним из портов, которые он рассматривал, была гавань Корсер, где подводная лодка будет удобно расположена недалеко от военно-морской базы. Партнер Мэтсена, Стин Лорк, рассказал, что они действительно планировали поместить лодку там, но в итоге выбрали другой порт, дальше на север. У Мэтсена также был белый фургон, похожий на тот, который видели в нескольких местах в ночь исчезновения Эмили. Насколько далеко зашла или зайдет полиция в расследование возможной роли Мэтсена в деле Эмили, пока неизвестно. Однако опрос, проведенный редакцией BT, среди ближних друзей и родственников Питера, показывает, что полиция не запрашивала у них информацию о его действиях и местонахождении 10 июля 2016 года. С другом, Йенсом Фалькенбергом, который строил подмонные лодки вместе с ним, полиция также не связывалась. И его, Йенсома, слегка удивляет интерес правоохранительных органов к Питеру и подозрения против него в деле Эмили. Несмотря на пожизненное заключение, Йенс сохранил дружбу с Питером и регулярно навещает его в тюрьме, он считает, что то, что совершил Питер с Ким, не было убийством. Это был несчастный случай. И он просто потерял голову, и то, что он мог быть причастен к делу Эмили, совершенно исключено. Но все же интерес полиции к Мэнсону в течение некоторого времени был постоянным, и они возвращались к нему дважды после того, как что-то проверяли. В воскресенье 11 августа уже 2019 года ночью под дверь издательства BT было подброшено письмо от анонима. Оно содержало информацию о деле Эмили Мэнг. Письмо составлено из двух распечатанных страниц формата А4, и человек, написавший его, утверждает, что имеет очень интересную информацию о нераскрытом убийстве. Также человек писал, что сомневается, воспримет ли полиция его серьезно, поэтому написал о редакции. После тщательного рассмотрения руководство BT решили передать письмо полиции. После этого начальник полиции Ларс Харвест не захотел давать интервью, однако в письменном ответе поблагодарил за письмо, которое они передали, и отметил, что оно послужило поводом для проведения ряда следственных действий. Также в 2019 году Эмиль Сандват, тот самый молодой водитель грузовика, был приговорен к тюремному заключению за то, что лишил свободы, изнасиловал и угрожал 9-летней девочке. Когда приговор о содержании под стражей был обжалован в вышестоящем суде, Сандват признался, что 30 августа 2016 года, через 51 день после исчезновения Эмили, он позвонил в полицию Южной Зеландии и Лоланда Фальстера и сообщил о своем причастии к ее делу. Тогда, в 2016, об этом звонке полиция не говорила. Однако его мать и жена считают, что он просто оговорил себя и добровольно взял на себя вину в убийстве. Мать направила письмо премьер-министру, министру юстиции и официальным представителям сторон, аргументируя невиновность сына. За 4 года расследования были выделены огромные ресурсы на его раскрытие. По делу Эмили Мэнг было составлено более 5200 полицейских отчетов и 75 больших толстых папок. В деле участвуют более 4000 человек. Чуть ли не все жители Дании сдавали тесты ДНК, и как минимум 200 человек были изучены досконально. Сколько из них подозревается в убийстве, начальник полиции Ларс Харвест не может ответить конкретно. Хотя с момента исчезновения Эмили Мэнн прошло более 4 лет, дело все еще расследуется. Однако полиция по сей день не говорит, как и при каких обстоятельствах погибла девушка. Также полиция сама признает, что не приняла важных следственных действий на начальном этапе. И это действительно так. Когда они занимались поиском белого фургона, то по каким-то причинам не проверили видеоматериал из камер наблюдения, которые направлены на две дороги, ведущие из корсера в Бару, и где можно было бы увидеть, был ли белый фургон на любой из этих двух дорог. Еще примерно в то время, когда было совершено преступление, полиция в рамках так называемого мачтового дела получила данные об активных телефонах в этом районе. Но позже технические эксперты обнаружили, что в материалах данных был перерыв более часа. По словам телеаналитика Торбина Руны, в деле Эмили Мэнн у полиции есть возможность еще глубже изучить данные свыше. Местоположение Эмили Мэнн является особенным, потому что там очень плохое покрытие мобильной связи. И если преступник ходил там с включенным телефоном, он обнаружит некоторые особенные сдвиги между мачтами, которые покрывают эту область. Сдвиг, который произойдет только в нескольких местах вблизи этой области. Так что если преступник ходил там с включенным мобильным телефоном, то его обнаружение лишь вопрос времени. Исчезновение Эмили это одно из самых печально известных нераскрытых преступлений современной Дании. Вообще Дания считается безопасным местом для жизни. Ну, как и в любой другой стране убийства, конечно, случаются. Обычно происходит от 25 до 60 убийств в год. Мотив часто связан с преступной группировкой или совершено кем-то, кого жертва знает. Поэтому этот случай считается особенным, потому что по сей день остается больше вопросов, чем ответов. И душегуб по-прежнему на свободе. Спасибо, что досмотрели до конца. Всегда будьте бдительны и осторожны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok